не кончил средний учился на курсах шофьера шофьер красиво написали и бросил не любит компании здоровья тоже не очень родители хорошие проведите такой эксперимент потом мне расскажете чем больше вы будете говорить мужчине вот в данном случае вашему внуку о том какой он молодец прямо напишите текст или не можете напишите в g5 чате и будете этот текст произносить каждый день или через день или раз в неделю или два раза в неделю вашему внуку то он изменится вся особенность людей заключается в том что они думают что рядом с ними роботы допустим родители думают что рядом с ними существа роботы что самое важное заработать самое важное давать а там он сам по себе пусть развивается знаете родила кошка котят пусть теперь живут как хотят и вот очень частое явление такое но не стоит забывать что у мужа и жены есть друг друга у матери и невестки есть друг друга там у отца есть там мама там они есть друг у друга и часто дети становятся одинокие у них нету никого нет никого и они одинокие они не нужны сверстником потому что там конкуренция они не нужны там пока не появится жена и вот это одиночество это самое страшное что возникает чего хочет ребенок у хочет проявление доброты тогда как проявляется мы думаем проявление доброты это мы шмотку купили или дали денег или он там школу ходит мы его забираем нет это не проявление доброты проявление доброты это когда вы можете похвалить когда вы можете рядом по находиться когда вы можете поговорить с ребенком когда вы можете там посмеяться когда задним столом можете что-то хорошее сказать а когда дети плавно как с которыми не общаются они становятся дикими и что нужно делать с чего начинать когда такой ребенок есть есть эзотерическая практика и и даю во второй ступени эзотерической школы кайлас кстати вы до сих пор не ученики школы кайлас обязательно обучайтесь у меня и становитесь хорошими людьми становитесь тем кто может управлять своей жизнью и понимать в мироустройстве я ее давал эту практику несколько лет назад именно где-то с 2013 года по 15 не знаю есть она сейчас или нет я говорил так постарайтесь настроиться на то что вы видите этого человека или вы вспомните если вы мама или отец для того чтобы изменить судьбу этого мальчика там и допустим его в социуме постарайтесь настроить между ними или между собой и ним им контакт каким образом постарайтесь представить будто этот человек очень очень маленький как будто он только родился ребенок вспомните ваши чувства которые возникали когда вы видели этого ребенка третье позвоните ему и мысленно когда вы с ним будете разговаривать ощутите эти чувства и очень долгое время ощущайте на протяжении дня эти чувства вот такой метод на протяжении одного месяца способен или двух месяцев способен тотально изменить судьбу такого ребенка тотально он начнет к вам хорошо относиться начнет там как изменить отношение к себе ну два метода есть первый метод допустим вы есть человек который на вас обижается представляете этого человека который на вас обижается представляете себя маленьким ребенком представляете будто он берет вас на коленке обнимает целует и говорит он ты мой зайчик ты моя хорошая ты моя ласточка ты моя куколка второй момент вы обижаетесь на кого-то мысленно представляете этого человека садите себе его на ручки гладите говорит ты мой зайчик ты моя куколка радость моя счастье мой любовь моя как долго делать ты не знаю как долго может делать человек я не знаю вы не можете долго за столом сидеть без телефона не больше 15 секунд тогда на сколько делать три подхода по 15 секунд